Поприветствовать! Основные вопросы были на этой неделе связаны, конечно, именно где я служу. Вопросы были связаны с велопробегом, крестный велопробег, который именуется дорогу храму сынов и дочерей Отечества. Задавали вопрос, зачем это нужно, какими силами все это достигалось. Конечно, тут нужно угрозить большую благодарность отделу молодежной политики, который очень в срабочности участвует. В чем заключается основной смысл этого велокрестного хода? Это посещение храма в Станице Ленинградской, и также посещение мемориальных мест памяти Великой Отечественной войны, победы Великой Отечественной войны. Мероприятие уже не первый раз это совершается, это уже третий такой будет велопробег. Общей протяженностью в совокупе где-то он займет 13 километров, посещение храма, какая-то экскурсия, и потом мы приезжаем, ну это так чередоваться будет, на мемориальные комплексы, там казачьей памяти, годы Великой Отечественной войны почивших за нашу Родину, за наше Отечество. Там какие-то возложения, допустим, гвоздик, и также какая-то краткая история, может быть, по этим местам. Вот пока планируем такой велопробег, в принципе он нужный. Тут также и мы затрагиваем и здоровый образ жизни, помимо духовного состояния, уважения к истории и памяти наших предков, идов, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Ну, вообще, я хочу подчеркнуть, что очень прискоро наблюдать, что наше уважение как к ветеранам живым, так и тем, которые уже почили, у нас только на 9 мая чаще всего проявляются. Я считаю, что подобие таких акций, они дают возможность проявлять уважение, не забывать их и в течение года. Зато я опять-таки хочу сердечно, как соработничество, поблагодарить наш Ленинградский, Краснодарского края, молодежный отдел. Очень ребята хорошие, активные и самодеятельные. Кто бы что ни говорил. Всегда отзываются на все добрые начинания. Вот. Это вот по трансляции. Еще у нас 3-го числа, в октябре, предстоит всекубанский молодежный православный слет, на который также многие приедут участвовать по нескольким мероприятиям. Направлением, будет правильно сказать. Это культугическое, это историческое, и полоса препятствий, там сборка-разборка автомата. То есть, опять-таки, такой интересный слет православной молодежи, в котором затрагиваются, как, опять-таки, патриотические, как исторические, духовно-нравственные. А в совокупе вот все это затрагивается. Это 3-го будет октября в горячем ключе. Ну вот, наконец-таки у нас вопросы пошли. Давайте ответим на них. Добрый вечер. Такой вопрос. Для чего нужно делать пожертвования за записки, свечи и так далее? В принципе, хороший вопрос. Давайте скажем так. В Верховом Завете, когда приходили в храм, то приносили кровные жертвы. Это был ягненок, если это менее финансово благополучные люди, там голубь, горлиц, то есть дикий голубь. А Господь говорит, не хочу жертвы, хочу милостей. Эта уже жертва, она становится бескровной. Да, взять же ту же самую свечу. Она, естественно, из воска делается, парафин там, в зависимости от состава. Но, тем не менее, это уже то пожертвование, которое приносится за эту свечку, в первую очередь, ваше. Это уже бескровная такая жертва от вашего сердца, которую вы ставите, которая символизирует жизненное покорение нашей веры и которую вы приносите ко Господу. По сути, тут уже не надо барашка взращивать и тому подобное. Если брать записки, опять-таки, как Господь, проповедующий питается от проповеди. В частности, эти записки вы, опять-таки, делаете пожертвования на содержание храма, на его какие-то благотворительные, в том числе, цели, там, помощь, в том числе, малоимущим. И эти записки также читают батюшки во время богослужения. То есть, опять-таки, такая бескровная жертва Богу, которая от вас больших усилий нет предполагает, но, тем не менее, ваш вклад, как такое духовно-нравственное состояние. Как бросить курить? Тоже хороший вопрос, потому что мы понимаем, что это не только телесная зависимость и психологическая, но, в том числе, и духовная. Поэтому тут в совокупии нужно понять, что это грех, а с грехом нужно бороться двумя моментами. Это покаяние и молитва. В частности, в этой ситуации мы читаем Акафист, или, как минимум, хотя бы молитву, иконе Божьей Матери, неупиваемая чаша. То есть, наша душа слабнет, тело еще больше слабнет на фоне того курения, этого греха, и уже мы порой сами выйти из этого не можем. Поэтому мы прибегаем к духовной помощи, к Господу Божьей Матери, молимся, неупиваемая чаша, так и где-то медицинское все, не кареты, пластыри и тому подобное. То есть, в совокупии и духовное, и медицинское такое лечение. Но, потому что зависимость разноплановая. А самое главное, вот часто говорят, что я стал курить, потому что у меня нервы, это меня успокаивает. Если бы только из-за этого бы курили, это один вопрос, но проще сделать грех, когда нервы, в том числе, могут персыпить, но опасит. Но почему-то не успокаивающие ими напьют, а курить начинают, да, или винопитие начинают страдать грехом. Если православный человек, он может помолиться, чтобы успокоиться, а не впадать какие-то в крайности. Поэтому проще всего, конечно, сделать грех. Но это недопустимо для души. Поэтому искренне вас желаю, чтобы вы побороли этот грех. Каяться в нем, в первую очередь на таинстве Исподи в храме, и читать молитву «Неупиваемая чаша». Еще раз повторюсь. Батюшка, простите за такой вопрос, но правда ли, кого вы обнимаете, что в той семье появляется ребенок? Ну, это, конечно, такая интересная история. Я уже как-то за нее рассказывал. Я как-то приехал в одно из заведений, которое я как бы духовно оформляю. И вот директриста этого заведения кричит, я уже имена сейчас не вспомню, но это такая интересная история была. Ну, пусть Маша, 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 батюшка приехал, пусть тебя благословит, обнимет. Я говорю, а зачем? Говорит, ну, вот вы же благословили Елену, и она родила, то есть, ну, в семье. Я говорю, такая причем. От объятий дети не появляются. Ну, вот. Но, тем не менее, как-то это ко мне прицепилось, что кого обнимут, тот в той семье, и дитя появляется. Ну, естественно, тут дети не от моих объятий появляются, а из-за того, что они меняют свой образ жизни, как в физическом плане, более здоровый образ жизни начинают вести, как духовно больше трудиться начинают. И Господь уже по их трудам, по своему милосердию, дает им этот дар, деточку в семью. Ну, а если я как-то буду сопричастен молитвенной помощью, еще как-то, чтобы в этой семье повелся ребенок, я буду только искренне рад этому. Надеюсь, ответил на ваш вопрос. Хотя, да, интересно было. Даже был такой опыт. С Москвы девочка прилетела, говорит, а где отец Константин? Я выхожу, вы хотели, вы можете меня обнять? Я говорю, зачем это нужно? Говорит, ну, чтобы у меня, чтобы я ребенка родила. Ну, понимаете, мы хотим от человека какое-то чудо, а на самом деле, чудо Господь дает, а не человек. Ну, вот так вот. Это относительно вашего вопроса. Если есть еще вопросы, буду искренне рад ответить. Пока я посмотрю, тут вот еще у меня задавали вопросы. Ну, вот, допустим, вопрос мне задавали. По какой причине, как вы думаете, может появиться болезнь онкологии? Ну, нужно... Ну, сейчас я дочитаю. Кому молиться о излечении? Ну, нужно критично всегда отнестись. Всякая болезнь, всякая немощь нам попускается за наши грехи, для нашего вразумления в большую или меньшую степень. Или легкая, или тяжелая. И, смотря, как мы ее понесем достойно, то ли роптать будем, то ли в уныние впадать, конечно, зависит от нас. Но больше креста, чем Господь дает, он... вернее, чем мы можем понести, прошу прощения, он не дает. Поэтому, конечно, нужно смотреть, откуда, за что, искать корень этого, греха в нем кается, потому что Господь меня сподобил, был свидетелем таких случаев, когда онкология, пусть не на самых опасных стадиях, но твердая ремиссия наступала. Как только люди чуть-чуть олялись от Бога, от церкви, у них опять прогрессировало. Как только возвращались, опять твердая ремиссия. То есть, получается, чем меньше начинает человек жить, тем больше он очищается от своего греха, приближается к Богу, тем и тело, и душа его более становятся здоровой. Ну, мы хотим все сразу, на блюдечке, но, к сожалению, эта болезнь, можно сказать, она очень хорошая, как бы это не страшно звучало, но она дает нам возможность подумать, и это не скоротечное, а изменить свою жизнь. Поэтому, отвечая на вопрос, почему грехи, всякая нам немощь или тяжелая жизненная ситуация попускается, кому молиться в этой ситуации, иконе Божьей Матери, ну, и, в частности, читаем мы молитву иконы Божьей Матери Свецарицы, Свецелительница, Свецарица, как бы, вот, дардуем. Можили освящать икону, вышитую мозаикой. По сути, можно любую икону освящать, но, опять-таки, если она каноническая, она соответствует во славном письму, а не какая-то там иероглифы или гуманоиды какие-то изображены, во что мы не столько даже мы освящаем, ну, как, допустим, мы уже об этом говорим, можно, допустим, крест осветить, на котором Господь, как ты можешь Господа осветить, это Господь освящать. Мы же читаем молитву, чтобы Господь осветил сей образ, или, там, допустим, к святому обращаемся, чтобы и же кто прибегающий к этому образу получил просимое. То есть, мы можем, скажем так, духовно придать связь, осветить Святого Господа или Божью Матерь, конечно, мы не можем осветить, но, тем не менее, есть такие молитвы, которые мы читаем. Тут в каждой потребе, на каждый случай своя, как бы, твою учить и на последнее свои молитвы, которые под ситуацию подходят. Даже если мозаика, я очень изумительные видел в своей жизни мозаичные иконы, по сути, они вполне соответствуют иконам, потому что, если это не каноническое, это какие-то вымысли, иероглифы, конечно, это уже бред. Но, отвечая на вопрос, осветить можно. Есть ли еще вопросы? Есть ли такое понятие, как блудошатание? Ну, интересный, конечно, термин. Если блуд, это, скажем так, такие разратные какие-то действия, шатание, есть блудные помыслы, допустим, которые в голову нашу входят и, к сожалению, побуждают наше тело каким-то дальнейшим действием порой. Шатание, скажем так, это, наверное, гипер такая, скажем так, сексуальная озабоченность, если шатание. Как бы такого термина или греха, я выражу, я такого не слышу, есть блудодеяние, то есть, ты делаешь какие-то прелюбодеяния, это измена супругу или супруге. Шатание, я как бы с таким сильно не сталкивался, хотя у нас по большому счету грехи, они просто преобразовываются, но почти ничего нет, только извращение того или иного греха бывает. Но, допустим, есть парень, достойный в парне, не пьет, не курит, хочет встретить достойную женщину, девушку, он молится, чтобы Господь ему дал, но порою он выдвигает к ней те требования, которым сам где-то не соответствует. Пока он не определился в своем внутреннем устройстве, он какие-то порой впадает в мысли, действия не совсем приличные, достойные. на фоне этого Господь ему опять отодвигает то время, о чем он просит. То есть, получается, из крайности в крайность, то ему где-то показывает Господь, а он нет, это не то. И он теряет это со временем. Порой где-то по скромности своей, по воспитанности, но просто так ничего не происходит. вот блудошатания я как бы такого не встречал. Может быть, не совсем правильно уточненный термин, но, наверное, блудодеяние, к сожалению. Такое бывает, да. Хотя, видите, как Господь сказал, изумительно, в Ветхом Завете заповеди Моисею, которые Господь дал на горе Синай, там не прелюбосотвори, то есть, не блудных действий не делай. Именно действий. А Христос говорит, кто посмотрел на женщину с вожделением, то есть, похотью, тот уже согрешил с нею в сердце своем. То есть, он уже от мысли внутри сделал такое пагубное греховное действие. То есть, Господь более такое жестко к этому относится. Но это и хорошо. почему? Потому что есть супруга. Вот, будь ей верен, потому что хорошо поступаю, говорит, тело мужчины, мужа, вернее, не принадлежит ему, но принадлежит жене, так и тело жены не принадлежит ей, но принадлежит мужу. Если они, допустим, даже в пост воздерживаются, то по обоюдному согласию, а не так, я буду поститься, а ты что хочешь делать. То есть, по обоюдному согласию. И дабы не было греха измены, то лучше один другому подчиниться, даже в принципе в пост. Но православные семьи, они, конечно, воздерживаются в близости телесной, в пост, потому что сугубое время, когда человек уделяет внимание своей душе. ну, а когда мы созидаем душу, тогда и врачу исцеляется от многих грехов и тела. Есть ли еще вопрос, пожалуйста, пишите. Сегодня у нас недолгий будет эфир, я так думаю, что еще минут 10-15. Как быть, если священник перепутал имени при отпевании? Я поделюсь своим опытом. Это, конечно, единичный случай, но и такое бывает. Значит, отпевание было еще, когда я в Ейске служил. Но мне сказали одно имя, когда я спросил, как зовут, ну, человек ошибся, по большому счету. Я, как сказали мне, так и тем именем поминая во время отпевания. Потом смотрю, что-то люди смущаться начинают. Я говорю, может, я что-то не то делаю? Говорят, вы не то имя называете. Я говорю, ну, как мне сказали. Ну, и они мне говорят другое имя. Я, естественно, попросил прощения, продолжаю уже с теми имя, которые правильно. Потом, когда уже отпели, значит, как получится, умер отец, а сын потом после этого отпевания подошел и говорит, вы знаете, вы, наверное, не просто так ошиблись. Имя, которое вы называли, это имя моего дедушки, который уже энное время снится, о котором постоянно мысли, и я все не находил время пойти в храм и помолиться о нем. вот так прям я еще думал, заходя в храм и что никак не помолиться, и вы имя его вспомнили. То есть, бывают разные обстоятельства, почему где-то, так сказали, священник, он перепутан имя, где-то промыслитель бывает имя говорится. Я даже слышал такое, что батюшка ошибочно назвал имя, которое человек не должен был, скажем так, потому что предопределенности у нас нету в православии, а который близкий сродник очень так тяжело себя чувствовал, который на отпевании присутствовал физически, и через несколько дней он почил. Вот как бы кроме него и со таким именем не было, но может быть где-то вот так вот он готовил, подсказывал Господь через уста свинника, чтобы он подготовился. Ну, тут по-разному можно подходить к той или иной ситуации, очень индивидуально, но вот вот и такие случаи, почему священник может перепутать имя. Я вообще более расширенно скажу, я неоднократно сталкивался с такими ситуациями, когда батюшка даже шутя что-то сказал, сильно не придавая значения этому, а потом это в один в один все повторяется и как будто он на перспективу так сказал, прозорливо, а на самом деле он просто сказал не задумываясь в святых местах или в мощи. Ну, есть, конечно, разные молитвы, допустим, есть молитвы заклинательные, которые читаются только во время крещения священникам, тайные молитвы есть, то есть сугубые такие молитвы, которые миряне не читают. Есть молитвы, допустим, те же почти заклинательные, когда вот отчитка идет бесноватых, и они сугубо себя, так мягко выражаясь, их колбасит от этих молитвов. То есть, есть, конечно, степень силы молитвы. Это как обезболивание. Если слабо дадите, он будет чувствовать более местный какой-то наркоз. Общий наркоз дадите, он вообще будет полностью без сознания. Конечно, может, не самый лучший пример символизма, но, можно сказать, есть. Опять, кто читает, то ли это обычный человек, то ли это священник, облеченный властью, духовенцем, духом святым, это читает, там, епископ читает. То есть, где читается, одно дело, келейно, это одна молитва, в храме, как Господь говорит, где двое или трое, там и я посреди них. Естественно, эта молитва более сильна и значима. У святынь, там, сугубо они просияли. То есть, опять-таки, индивидуально. Я ко всему индивидуально подхожу. Поэтому, и как сила молитвы может быть разной, кем она читается, где она читается, все это имеет значение. Все имеет значение. Хороший вопрос, благодарю вас за него. Есть ли еще вопросы? Что могут означать странные сны про бесов? Да, что может? С одной стороны, может, как Иоанн Кроштадтский говорит, сон это отображение нашего внутреннего состояния. Может быть, что мы не в том состоянии живем. пример ужасы смотрим или сугубое зло какое-то отворим. Гадали. Вот начинается всякая нечесть, снится. Может быть, это так вот для отрезвления было попущено, чтобы ты задумался, что чем дальше от Бога, тем ближе к лукавому. Вот. Поэтому за с нами нужно наблюдать, но вот толковать, лучше не толковать, чтобы не повредиться и какие-то в крайности не впасть. Ну, давайте еще хотя 5-10 минут, если есть вопрос. Вообще, святые отцы очень осторожно к снам относятся. Лучше вообще снам не верить. Не зря говорят, куда ночь, туда и сон. Лучше отпускать и сильно не мудровать. Через сон можно и повредиться, в том числе. То есть, ее батюшка по вопросам больше нет. Валентина, я благодарю вас за хороший вопрос. Наталья задает следующий вопрос. Для мирян о детях. Стоит ли молиться усиленно дома или поехать куда-нибудь заказать требу в храме? Ну, конечно, о детях я с родников своих и дома мы молимся, поминаем даже и духовника помимо сродников. Но нужно сказать, что в храме это сугубо место для измеченного мира, где сугубо у нас же дома не может быть лидератургии. Не может, потому что это такое танец, которое может совершаться только священником в храме. И бывают, конечно, архи исключительные моменты, но это совсем крайне когда бывают. Как там годы Великие Отечественной войны бывало в разное первохристианское время. Но литергия совершается в храме. Есть такой неотъемлемый атрибут, без которого это совершать нельзя. Это антиминс, в котором шита частичка святого, освященный престол. То есть есть сугубые очень важные вещи для совершения этого. Поэтому там и частичку вынимают за сродников, сугубая молитва происходит. А что такое требование? Это потребность. записка, это молебень, это еще молитвенное действие. Поэтому конечно в храме это всегда более значимо. Но и сами мы должны трудиться по силе своих возможностей. Так, за что этого тут называли? Не совсем за что его тут наказали? Уточните кого, потому что я не понял кого тут наказали? Зачем наказали? Ну ваши аватарки не знаю кого наказали? Вообще я склоняюсь больше к живой аватарке отображения реальности, а не какой-то обману или выдавание желаемого за действительно. Даже это же страника отображения нашей реальности. А то, что у нас видео или аудио можно еще посмотреть, это еще и внутреннее состояние можно увидеть. Сейчас очень обильно используют отдел кадров наши соцсети, чтобы посмотреть, благополучный будет работник или нет. Ну смотрю, тут уже многие отсоединяются от трансляции, значит будем завершать. Благодарю вас за то, что вы нашли время, посмотрели этот эфир, задали свои вопросы. Божьей вам помощи на предстоящую седьмиту. Всего вам доброго, храни Господь. С вами был священник Константин Мальцев. Буду искренне благодарен, если вы подпишетесь на канал на ютубе, который с вашей помощью я развиваю, который называется православный канал Боголюб священник Константин Мальцев. Всего вам доброго, храни Господь.